Всем привет! Добро пожаловать в новый влог! В последнее время мне не было ни одного дня на неделе, когда я оставалась дома. В буквальном смысле с утра до вечера я просто бегала с одного мероприятия на другое. И поэтому я даже забыла записать, что вообще происходит. Забыла записать интро к этому видео, то есть начало этого видео. И когда я была на ивентах, я забывала рассказывать, зачем я вообще сюда пришла и в чем вообще состоит суть данного мероприятия. Поэтому в этом влоге я решила вас сопровождать и объяснять, что к чему. Надеюсь, вам понравится такой новый формат влога. Давайте начнем с мероприятия корейского бренда Кундаль, куда меня пригласила моя подруга. Я очень-очень-очень опаслива, как обычно, бегу сейчас в эту кафешку. Субтитры сделал DimaTorzok Что меня поразило на этом мероприятии, так это, как мне кажется, блестящая маркетинг-идея вот этого корейского бренда. То есть впервые в Корее косметический бренд заключил договор о сотрудничестве с кафе. Проводят различные ивенты в кафе и приглашают туда инфлюенсеров. Буквально все кафе украшено розовым цветом бренда и логотипом бренда. Внутри даже продаются пироженки с логотипом бренда Кундаль. Если кто-то покупает эти пироженки, то им дают подарочки от бренда. И, как мне показалось, это очень классная маркетинг-стратегия и для бренда, и для кафе. Потому что, когда инфлюенсеры приходят на ивенты, они же также снимают и кафе. Эти пироженки-стратегия и для бренда. Эти пироженки-стратегия и для бренда. Район Хонде — это, конечно, очень классный район. Там всегда что-то интересное происходит, различные уличные выступления, уличные концерты. Но на районе Хонде всегда-всегда очень много людей. Поэтому мы с моими подругами быстро покушали, пообедали. Моей любимой индонезийской кухней. И после этого решили поехать по домам, потому что на Хонде просто невозможно долго находиться. К тому же на следующий день у меня уже планировалось другое мероприятие. Сейчас о нем расскажу. Мероприятие было организовано для выпускников стипендий KGSP. Как вы знаете, я приехала в Корею в 2018 году по стипендии от правительства Кореи. И эта стипендия как раз-таки называется KGSP. Со мной связался комитет, который управляет вот этой вот стипендией. И, в общем, меня пригласили на ивент для выпускников с целью нетворкинга. И, в общем, я очень сильно перенервничала. Перед этим ивентом. Почему? Потому что, как вы знаете, я стеснительный интроверт. И для меня вообще очень нехарактерно ходить на такие мероприятия. Вот. Тем не менее, я решила поехать. Потому что я осознала после нескольких лет жизни в зарубежной стране. Я осознала то, что нетворкинг — это все. Это уже неотъемлемая часть моей жизни. И то, что нетворкингу надо учиться и надо этим заниматься. Почему? Потому что, когда живешь одна в зарубежной стране, самая полезная информация, она приходит к тебе от твоих знакомых, от твоих друзей. И к тому же всегда, всегда нужны новые знакомые и новые друзья. Вот. И таких друзей, мне кажется, очень классно встретить именно на таких нетворкинг-мероприятиях, когда особенно у вас есть что-то общее. Изначально я вообще туда пошла из-за шведского стола. Нам обещали шведский стол из непальской кухни. Я вообще очень обожаю корейско-индийскую, корейско-непальскую кухню. Всем советую попробовать. И да, шведский стол был просто обедение. Но мероприятие мне понравилось по другим причинам. Во-первых, я осталась очень благодарна, что мне был шанс встретить таких интересных и очень амбициозных людей. Людей, с которыми у меня очень много общего. То есть они все выпустились по такой же стипендии. Многие сейчас работают в корейских стартапах, так же, как и я. У других свой бизнес. И, в общем, эти люди тоже уже долгое время одни проживают в Корее. И, во-вторых, я осталась с собой очень горда. Горда тем фактом, что я первая подходила к группе незнакомцев, рассказывала о себе, представлялась. Я понимаю, что для многих это может показаться абсолютно чем-то не особенным, не выдающимся. Но для меня это был прямо целый подвиг. Говоря о подвигах, на этой неделе, кстати, для меня еще одним большим подвигом это стала поездка на другой конец Сеула для съемки контента. Ребята, я, в общем, сейчас капец как туда бегу, в парикмахерскую, потому что я опаздываю. Опять неправильно рассчитала время. Надеюсь, меня примут. И надеюсь, мне разрешат там снимать, потому что обычно снимать не разрешают. Я позвонила, спросила разрешение, мне сказали, посмотрим, типа на месте посмотрим. Если людей будет мало, то типа разрешат снимать. Ребята, я вообще вышла из парикмахерской. Пока что не знаю, нравится мне прическа или нет, надо потом прийти домой и нормально посмотреть. В парикмахерской они когда меня только встретили, такие говорят, слава богу, что вы хорошо знаете корейский язык, а то, говорит, мы боялись, что вы плохо знаете корейский, что у нас коммуникация будет плохая, поэтому мы, говорит, начали даже тренировать свой английский язык специально для вашего визита. Самое интересное то, что, когда я только села в это кресло, парикмахер, который меня стригла, она позвала двух своих ассистентов, и такая говорит, потрогайте, пощупайте ее волосы, смотрите, какие иностранные волосы, какие они другие. Я, кстати, впервые услышала, что мои волосы не азиатские, не корейские, оказывается, какие-то другие. И так было интересно, что три человека стоят надо мной и щупают мои волосы. Вместе с моей подругой Арай из Казахстана мы решили съездить в район Хехва. Район Хехва – это молодежный район, который знаменит ученными выступлениями, театральными постановками, различными культурными мероприятиями. В районе Хехва очень много любительских театров, а также зданий с нехарактерной для Кореи европейской архитектуры. Ребята, сегодня, в общем, мы приехали в район Хехва, а именно в парк Маронье. Сейчас расскажу, почему. Как вы знаете, в этом году я участвую в программе «Сеул Global Mates», то есть программа для иностранных послов туризма города Сеул. И в этот раз нам дали миссию заснять место, которое каким-то образом связано с Халю, то есть с дорамами или с кей-попом. И я выбрала вот это вот место, парк Маронье, потому что именно тут снималась моя любимая дорама «25-21». В основном «25-21» снимали... Эта дорама снималась в городе Чонжу, но так как мне в этом видео нужно показать место в Сеуле, я выбрала вот это вот место, одно из самых немногих мест в Сеуле, где снималась эта вот дорама. Это место показывалось в восьмой серии, в конце восьмой серии, когда Нахидо решила встретиться со своим онлайн-другом. Вообще это место, парк Маронье, так называется, из-за того, что тут растет разновидность каштановых деревьев, и парк вообще был образован в 1975 году, и был частью кампуса Сеульского национального университета. На тот момент этот университет назывался Императорским университетом города Кеонсон. Тогда еще Корея была колонизирована Японией. Вот, и на данный момент Сеульский национальный университет он переехал в район Шелим, а парк остался. Вот, сегодня вам покажу немного вот этот вот парк и сарай мы решили погулять по району Хехва. Район Хехва тоже очень интересный район. Редко сюда приезжаю, поэтому очень рада, что сегодня смогу вам показать этот район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В общем, мы пообедали в вьетамской кухне, посидели, поболтали в кафешке, немного погуляли по району Хехва. И да, вот так вот я провела свои прошлые выходные. Очень надеюсь, что вам понравился вот такой вот формат влога. Ну а сейчас мне нужно уже выходить из дома и кое-куда ехать обратно в Сигу, для того, чтобы снимать следующий влог побольше контента для вас. Увидимся с вами в следующем влоге.